друзья приветствую сергей из москвы прислал образцы масла и не значит два разных масла это и не а райт рейсинг 1060 из мотоцикла harley-дэвидсон и второй образец это и не асинт мс middle сапс 540 это средний зольник c3 из бмв турбодизельного так сейчас я проверю образец из бмв два свежих два отработки описание техники условий эксплуатации кстати под описанием к видео есть ссылка на страницу с этим маслом и там какая-то вообще непонятная информация то есть масло заявлено как c3 в скобочках написано а3 b4 но это средний зольник но на мой взгляд он ближе к малозольнику потому что сульфатный азолан заявлено как 0 6 процентов у малозольника от 0 5 то есть этот средний зольник ближе к малозольнику чем к среднему средний зольнику ну и щелочной само заявлено как 6 и 9 тоже на мой взгляд ближе к малозольному мне кажется так сейчас я создам эталон смотрите вот такая спектрограмма сейчас я увеличу эту область есть какой-то бум бугорок посмотрим да здесь видно что есть два бугра вот этот 1720 это примерно три процента и 2 по излому линии видно что есть какой-то может быть там полиэстеров там я не знаю там ну да да одного процента чуть-чуть капнули так далее выбираю это масло пункты лимиты и посмотрите прибор намерил противоизносных присадок 90 процентов неплохой уровень для среднезольного но кстати возможно что чем больше эстеров масле тем значит ниже уровень противоизноски здесь вот такой так по щелочному тут я завис 46 намерил прибор вот явно занижена учитывая то что производитель заявит заявляет 6 и 9 я выставил 5 и 6 разница между гостами тоже статья в описании есть ну и кислотная тоже подзавышена но я с перестраховкой поставил 175 возможно что чуть ниже ну так уже перестраховался лучше как говорится перебздить чем не добздить ну и давайте приступим к проверке отработки это у нас как я уже говорил 530 дизельная бмв f10 12 года 150 общего пробега 1000 километров пробег на масле около 8000 километров при средней скорости 33 3 это 236 моточасов топлива преимущественно лукойл так в отработке 78 процентов противоизноски до нормальный уровень гликоли нет нитрования мне кажется для дизеля многовато для именно для дизеля подчеркнул так пассажи 031 это хороший уровень топливная без нареканий работает но вот видим что 297 тоже для дизеля многовато кислотная то есть масло все равно как-то быстрее окисляет чем обычно в дизелях и щелочное 2 и 8 2 и 8 это у нас 50 процентов от начального получается ну кислотная нарастается соответственно тянет за собой щелочное поскольку масло достаточно слабая на мой взгляд ну маленький маленькая дельта между кислотом и щелочным то есть мощных нейтрализующих всяких свойств у него не очень много мне кажется вот поэтому не этим и обусловлено такая быстрая сработка то есть ничего такого сильно чудесного я от масла и не ожидаю от этого честно говоря так повязкой все видно разжижение 37 процентов от максимального учитывает учитывая такую скорость мне кажется все таки многовато возможно что какая-то из форсунок проливает и чуть-чуть попадает топливо в картер да кстати не забывайте отметить видео подписывайтесь на канал нажимать колокольчик такой не пропустил уведомление и прогноз ну прогноз совсем как бы не не радостно честно говоря для дизеля мне кажется слабовато тут даже вот по нитрованию видно по оксидам азота что для дизеля быстро они нарастают до 550 часов обычно у дизеля где-то это ближе наверно к тысячи там 800 тысяч а здесь видите и это же мне кажется и тащит за собой сработку масла по мощным нейтрализующим свойством кстати оксиды азота напрямую связаны с со смесью образованию образованием читал статью там значит отражено что вот в инжекторных кстати с ними борется нейтрализаторы то есть в бензиновых моторах этот процесс еще более активный вот и производитель интересует то что вылетает из трубы а не то что внутри происходит а у дизелей с этим процессом борется эффективность смеси образования там читал что до восьми тактов впрыска за цикл происходит через форсунки и не это позволяет оптимизировать вот смесь образования и естественно снизить вот образование оксидов азота но допускаю что все-таки даже дизельные бмв горячие моторы и бмв стремится все-таки к максимальной мощности получения динамических характеристик и поэтому здесь они пренебрегают вот скажем так ресурсом но это как весы на одной стороне ресурс масла на другой мощностные характеристики мотора скорее всего так вот мое мнение такое ну вот том надо вам такое масло или нет судите сами посмотрите стоимость сравните грубо говоря с ресурсом вот если оно дороже отечественных аналогов то возможно что и не оптимально но тем не менее благодарю сергея за предоставленные образцы второй образец они из мотоцикла будет чуть попозже я просто разбавлю другими тестами чтобы два раза подряд не было и не вот все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких всем мира увидимся в следующих видео пока